Третий этап внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся в музее-усадьбе «Архангельская». На встрече приняли региональную предвыборную программу «Подмосковье. Территория перемен». В конференции участвовали делегаты Люберецкого отделения партии. С 12 июля по 20 августа в Московской области работал Единый центр сбора наказов от жителей. Итог – определили основные приоритеты развития региона на ближайшие пять лет. В Подмосковье собрали более 700 тысяч инициатив, в Люберцах – более 25 тысяч. Наибольшее их число коснулось сферы медицины. Я хочу, конечно, нашим главам еще раз сказать, что каждый новый врач в территории – это очень важное приобретение. И я очень рассчитываю, что все наши программы – ипотечные, годные, забота о врачах – они 100% будут давать дальнейший результат. В Люберецких медицинских учреждениях устанавливают современное оборудование. Материально-техническая часть находится на высоком уровне. Однако остро стоит вопрос нехватки узкопрофильных специалистов. Идея, лежащая на поверхности, но она, опять же, затратна для бюджета. Это может быть рассмотреть другую градацию по зарплате для муниципалитетов, которые находятся в соседстве с Москвой. Потому что Москва оказывает громадную конкуренцию с точки зрения перетягивания специалистов. То есть мы пытаемся привлечь со стороны, но иногда люди выбирают разницу в зарплате. Отдельное место в программе занимает благоустройство территории и ремонт домов. В Люберцах работы проводятся на 38 дворовых территориях. Сегодня в округе устанавливают 33 детских и 17 спортивных площадок. На 2022 год запланирован ремонт 45 многоквартирных домов. Мы за последние годы отремонтируем только подъезды, по-моему, процентов 70 от общего массива. Вели порядок городской округ Люберцы. И Люберцы в частности, по количеству детских и спортивных площадок нам нет равных в Московской области. Мы по количеству этих детских и спортивных площадок больше всех у нас. И мы каждый год их обновляем. Городская среда, контроль продукции в магазинах и питание в школах. В Люберцах реализуются 14 федеральных партийных проектов. Также действуют два местных проекта – школа молодого партийца и молодая гвардия. Мы приглашаем людей, те, кто так или иначе связаны с политической жизнью в нашем городском округе в Люберце. Он проводит лекции, рассказывает о работе. То, что касаемо молодой гвардии, мы рассказываем о тех героях, которые в нашем городском округе есть. Допустим, олимпийский чемпион, герой России, герой Советского Союза. И они рассказывают о своей истории, как они это сделали, как они встали. Также в приоритете партийцев на ближайшие годы – развитие системы образования, транспортной доступности, социальной защиты, современного жилья и экологии. Айтадж Щерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.